Многие сотрудники, обеспечивающие информационную безопасность, что-то ждут. Нормативки, финансирование, какой-то панацея, которая из коробки сразу позволит решить все задачи и, собственно, и скажет даже, какие задачи решать. Так вот этого, в общем-то, скорее всего, никогда не случится, всегда будет что-то не хватать, надо начинать работать с тем, что есть. Главная проблема в том, чтобы сделать СОК, это то, что его надо начать делать. Не обязательно какой-то полномасштабный проект по созданию отдельного здания с большим количеством красивых мониторов. Начинать надо с малого. Для того, чтобы запустить какой-то масштабный проект потребуется внутренняя экспертиза, которая сможет четко и внятно объяснить, какие функции должен СОК предоставлять, как эти процессы будут интегрированы в общие процессы функционной безопасности в организации и в целом бизнес-процесс. Очень часто наблюдаем ситуации, когда СОКи и сотрудники СОКов-эксперты зависают на одной какой-то сложной, интересной задаче. При этом это дает возможность атакующим достигать своих целей другими методами и, возможно, достигать каких-то других целей, пока сотрудники заняты. Когда строится СОК, вырабатываются его функции, подразумевается некая модель угроз. Очень часто эта модель угроз не полна. То есть организация может нести массу рисков, не всегда напрямую связанных с финансовым ущербом. И проблемы, связанные с атаками на клиентов, и безопасность собственных сотрудников с точки зрения их пользования, там, соцсетями, мобильными устройствами и так далее, и так далее. Реалистичное понимание всего спектра угроз и выбор наиболее приоритетных задач и умение находиться в цикле и поддерживать операционность по решению этих задач, это, наверное, ключевая проблема, без решения которой невозможно говорить о том, что СОК эффективно работает. Панацеи, как мы знаем, уже, в общем-то, нет. Серебряные пули нет, зато может быть много свинцовых. Что было до этого? Комплаенс, перс данные, все вот эти громкие темы, они органически в эту историю вплетаются, но говорить, что вот эта картина мира, она будет полноценной на текущий момент без подразделений, без людей, которые ежедневно обеспечивают процесс непрерывной работы, да, по сути, как непрерывность бизнеса. СОК – это такая непрерывность информационной безопасности в организации. Коллеги, приходите на СОК-форум. Это сейчас, наверное, наиболее остро стоящая тема, тема наиболее назревшая. Проблемы по созданию соков, по их эксплуатации – это именно та часть информационной безопасности, в которой обсуждение и обмен опытом может максимально упростить жизнь при построении процесса информационной безопасности в организации. Давайте общаться. До встречи на СОК-форуме. СОК-форуме.